События, люди и явления, которые определяют наше время. Я Александр Ефанов. Здравствуйте. Реклама вне закона. Горожане больше не могут терпеть назойливые листовки, наклейки и баннеры, которые их окружили повсюду. Ну а хитроумные воротилы маркетинга превращаются еще и в вандалов, поскольку наносят трафареты на здания. Как быть назойливой рекламой и можно ли положить ей конец? Будем разбираться через пару минут, ну а сначала обзор наиболее заметных событий. Большая вода приближается к поселкам. Из-за паводка целые села оказываются отрезанными от цивилизации. Так как в Булатском районе на автодороге «Веселые первые» и «Нугомановка» произошел перелив воды через проезжую часть. Из-за этого нет подъезда к селу «Нугомановка». Также в Олегском районе на дороге подъезд к селу «Степное» талые воды затопили дорогу. Движение там крайне затруднено. Помимо того, отрезанными от большой земли остаются три населенных пункта в Солилецком городском округе. Около тысячи жителей села Покровка, Троицка и Ивановка временно ограничены в передвижении. На реке Илег своевременно демонтировали понтонный мост. Населенные пункты заранее обеспечили продовольствием, медикаментами и топливом. В ближайшие две недели во время ледохода в случае крайней необходимости связь с селами будет осуществляться по воздуху. Что касается Оренбурга и пригорода, талая вода частично подтопила две дороги между авиагородком и прудами. А также на улице Тихой ситуацию держат на контроле сотрудники ГИБДД и МЧС. Начальник управления строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга покинула свой пост. Отставку Анны Панфиловой подтвердили в мэрии. Уточняется, что она уволилась по собственному желанию, а свое решение не комментирует. Напомним, Анна Панфилова восклавила управление в июне 2017 года. Таким образом, она руководила ведомством всего 9 месяцев. Исполняющим обязанности начальника управления назначен первый заместитель Олег Жерельев. Стоит отметить, Анна Панфилова – третий начальник управления дорожного хозяйства, покинувший этот пост за последние три года. Ранее в этой должности работали Михаил Серегин и Рита Гончарова. В итоге стратегическое для города управление осталось без руководителя, когда стартовал масштабный дорожный ремонт. Главную лестницу на набережной вновь закрывают. Ее начнут доводить до ума уже в этом месяце. В прошлом году реконструкцию ввели до первых морозов и не успели полностью выполнить все работы. К тому же при отрицательных температурах отделку ввести было нежелательно. Сейчас подрядчики в ожидании потепления. Минус на градуснике не должно быть даже ночью. Так что подготовка к работе начнется уже с 10 апреля. У нас есть гарантийные обязательства. В течение пяти лет мы должны ввести этот объект до конца. Многие горожан беспокоят, что лестница в некоторых местах проржавела. Но это явление временное, успокаивает подрядчик. Ступени будут, они у нас двуслойные, будет покрывочный слой, где-то 2 сантиметра по всему периметру. Он закрывает все и будет как бы единым целым выглядеть и смотреться. То есть все это уйдет туда внутрь. Евгений Арапов и Сергей Бринев договорились, что каждый этап реконструкции будет открыт для журналистов и блогеров. А проект обещают довести до конца уже к началу этого лета. По набережной мы должны двигаться в направлении запада. Плюс, конечно, мы большое внимание уделим высадке зеленых насаждений и вопросам полива. Обустроим тропу здоровья. Устройство и в верхнем, и в нижнем гроте постоянно действующей музейной экспозицией. Со всеми условиями для больших крупных экспонатов наших музеев, посвященных истории города. Городские автобусы в канун Пасхи будут работать до полуночи. Всего же в день религиозного праздника 8 апреля на маршрутах номер 46, 60 и 60С планируется задействовать до 30 машин. Эти автобусы будут курсировать до кладбищенских комплексов с 8 утра и до 8 вечера. Номер 46 от автостанции Клиффорд на улице Волгоградской до кладбищенского комплекса Степной. Номер 60 от Никольского собора по проспекту Победы, улице Гараньки на загородному шоссе до кладбищенского комплекса Степной. И номер 60С от ДК «Газовик» до кладбищенского комплекса Степной. Путь следования проходит по улице Чкалова, проспекту Гагарина, с выездом на загородное шоссе до нового кладбища. Бой навязчивой рекламе. Жители дома номер 8 по улице Высотной устали от постоянных листовок, наклеек и баннеров. Конец их терпению пришел, когда на стенах подъезда появились трафаретные надписи. «Закажи натяжные потолки», «Вскрой неподдающиеся замки» и «Вызови грузчиков». А это уже, по сути, вандализм, явная порча имущества. О проблеме не понаслышке знают и наши Ольга и Дмитрий Григорьевы. Это, во-первых, порчит общий вид подъезда. Постоянно вот эти вот, вот от него следы остаются, вот эти, вот эти вот грузчики, газелисты. Трафаретная реклама появляется в доме по адресу Высотная 8 практически каждую неделю. Поначалу жители не сразу обращали внимание на так называемый спам, но реклама стала настолько навязчивой, что многие жильцы уже не могут спокойно проходить мимо. Постоянные мелькающие объявления начинают приносить реальный дискомфорт. Вот, врезка замков, всякие рекламы, как вскрытие замков, оно все это отдирается и портит эстетический вид подъезда. Ну, в общей степени, некрасиво все выглядит. Когда практически каждый уголок в подъезде стал говорить жильцам о грузоперевозках, вскрытии замков и даже предлагать приобрести наркотики, люди начали принимать меры. Обращение в управляющую компанию практически не приносит плоды. Реклама периодически пропадает, но ненадолго. К тому же бесследно штампы и следы от наклеенных объявлений удалить практически невозможно. Вот это у нас было все распечатано, здесь некрасиво. Сегодня в ТСЖ пришли с утра, все это затерли, но это вопрос времени. Потому что я так думаю, что завтра-послезавтра опять будет реклама висеть, потому что у нас это постоянно. Будто не отпечатано. Вот они здесь, несколько штук было, сегодня тоже их отклеили, потому что они здесь уже висели почти год. Все это художество оттирается вручную коммунальщиками. Мало кто задумывается, но на очистку стен, полов и дверей идут деньги собственников квартир. В управляющей компании Вишневая в Ведении, которая находится в многоэтажках, говорят, дело это не дешевое. Проблема эта возникает постоянно. Это и наклейки, и различного вида штампы, и навязчивая реклама, и всякие ссылки на какие-либо сервисы. Портится общее имущество, потому что зачастую хорошо, если это средствами уборки можно достичь чистоты, но иногда приходится восстанавливать окрасочный слой. То есть причиняются ущербы общему имуществу квартирного дома. Соответственно, стараемся выявлять тоже, кто эти надписи сделал. К сожалению, не всегда связь напрямую между теми, кто эти рекламные надписи разместил, и теми, кто эти услуги заказывал, выявляется. Рекламные объявления появляются все чаще. Стоит отметить, что для каждого штампа или наклейки существуют разные очистители. А бы какие, тут не подходит. Коммунальщикам приходится покупать дорогостоящие средства. Тем самым тратить все больше общедомовых денег. Вот я могу, примеру, сказать, один литр вот такого растворителя стоит 500 рублей. Значит, по цоколям зданий могу сказать, что мы подбираем под цвет дома, подбираем краски, чтобы покрасить, закрасить эти надписи. Это все ложится на плечи собственников многоквартирных домов. И пользу случая мог бы сказать, что те люди, которые этим занимаются, они сами же живут в таких же домах и сами же попадают на повышение платы за то, что мы отвлекаем, во-первых, уборщиц, дворников, привлекаем на эти дела. То есть отвлекаем от основного вида работы, от уборки. Пытаемся как можно с этим бороться. Кроме того, действительно, это очень большие трудозатраты, потому что иногда, вот даже сегодня проводили замер, оттереть одну надпись растворителем занимает порядка 7 минут. Их на одном этаже порядка 10. То есть вот уже сколько времени одна уборщица тратит на то, чтобы просто оттереть эти надписи. Помимо того, что ей нужно проводить ежедневную уборку санитарную общедомового имущества. Тот, кто занимается распространением спама, нарушает закон. Проблема эта повсеместна. Навязчивая реклама заполоняет весь город. Она есть практически во всех лифтах, подъездах, на дверях многоквартирных домов. И бороться с этим практически невозможно. Есть только один способ – поймать нарушителя за руку и позвать участкового. Тогда его можно оштрафовать. Правда, это будет всего лишь исполнитель, который в большинстве случаев работает без договора. Ольга Григорьева, Дмитрий Григорьев. Наше время. Но вообще проблема этого дома далеко не единичная. Подобная реклама буквально подстерегает нас на каждом шагу. Хотим мы этого или нет. Но оренбуржцы честно признались – она их, мягко говоря, раздражает. Я веду само информационное право, она раздражает, конечно. Но не всегда любая реклама бывает неполезной, то есть не является информационным шумом. Потому что иногда до поры до времени она тебе не нужна, а потом ты через неделю можешь вспомнить, осенить. Ой, оказалось, вот это вот где-то я видела. Ну, иногда подбешивают, естественно. Конечно, раздражает. Кому надо, он найдет. Очень раздражает говорящая реклама, которая на остановках. Такая нет, не раздражает. Они эту рекламу у нас время отнимают. Я бы их перечеркнул все. Но что касается рекламы в подъездах, нам объяснили. На муниципальном уровне создаются специальные комиссии, которые обязаны реагировать на проблему и ловить за руку нарушителей. Но то ли дельцов таких слишком много, и комиссии за всеми не поспевает, а то ли просто она никуда не торопится. Но между тем есть хорошо проверенный реальный способ борьбы с незаконной рекламой, когда на тропу войны выходят и власти, и сами инициативные горожане. Реклама всевозможных товаров и услуг, от которой никуда не спрятаться, беда не только отечественная. Во всех странах мира дельцы уверены, что реклама двигатель торговли распространяет информацию, часто уродуя городское пространство. А вот борются с навязчивой нелегальной рекламой за рубежом разными, подчас очень экстравагантными методами. К примеру, в 2013 году в Торонто воевать с нелегальными объявлениями на городских улицах вышел лично мэр. Роб Форд собственными руками сливал рекламные нелегальные листовки с автобусных остановок. Так проходила акция «Клин Торонто Тогеза». По задумке тогда представители муниципалитета все лето патрулировали главные улицы города, чистили столбы и коробки инженерных сетей, остановки, почтовые ящики. Если же им удавалось застать на месте распространителей нелегальной рекламы, ему тут же выписывался штраф от 300 до 500 долларов. В Окленд-парке с нелегальной рекламой спасалонов, щитки ковров в продаже автомобилей. В 2012 году боролись телефонные роботы. Суть метода проста. По номеру, указанному в рекламном объявлении, каждые 30 секунд звонил робот, тем самым блокируя телефонную линию. В сообщении говорилось, что звонки прекратятся, как только будет оплачен штраф. Такой метод привел к снижению количества нелегальных объявлений на 70%. В Греции с нелегальной рекламой борются с помощью айфонов. В стране проблемы не только с рекламными объявлениями, но и с нелегальными конструкциями, которые часто становятся причинами ДТП. Существующий закон, запрещающий размещение рекламы вдоль дорог, соблюдали только во время Олимпиады в Афинах в 2004 году. В итоге местные жители добились того, что Министерство транспорта и инфраструктуры запустило сайт и специальное приложение для айфонов, при помощи которого местные жители сообщают о нелегальной рекламе. В Нью-Йорке с незаконными листовками и рекламными конструкциями борются добровольцы. Они определяют, какие конструкции и объявления являются нелегальными и добиваются, чтобы их убрали с улицы. В ряды активистов берут всех желающих после прохождения обучения методом борьбы с нелегальными объявлениями. Для этого на официальном сайте добровольцев размещены пошаговые инструкции, на какие законы ссылаться и какую информацию сообщать в надзорные органы. На «Сразу после нас» смотрите новый выпуск программы «Будуар». За чашкой кофе Елена Кузнецова и начальник Оренбургского департамента градостроительства Сергей Брюнев поговорили о наболевшем, о программе «Комфортная городская среда». Почему благое дело многие посчитали фарсом, как изменится набережная и еще 8 парков и скверов. И при чем тут супрематизм? Ответы через несколько минут. А на сегодня все. Напомню, выпуски программы «Наше время» доступны на официальном сайте 56nv.ru. Наш телефон 37 00 83. Мы ждем от вас интересные темы. Сделаем наше время вместе. Всего доброго и до встречи.